Дистанционные защиты Принцип действия Измерительным органом дистанционной защиты является реле сопротивления. Оно вычисляет сопротивление, подводимое к реле с помощью двух электрических величин – тока и напряжения, где ZP – сопротивление, подведенное на зажимах реле КЗ1, U1, I1 – первичные напряжения и ток линии V1, KN, KT – коэффициенты трансформации трансформатора с тока и напряжения, U2, I2 – вторичные напряжения и ток, подведенные на зажимы реле КЗ1. Обычно сопротивление ZP вычисляется косвенно. Реле сопротивления – реле минимального действия. Оно срабатывает при снижении подводимого сопротивления меньшей уставки. Характеристики срабатывания дистанционной защиты В реле сопротивления формируют специальные характеристики срабатывания, которые изображают в комплексной плоскости сопротивление. Область КЗ на ЛЭП – область нагрузки. Характеристики срабатывания современных микропроцессорных дистанционных защит Первая ступень дистанционной защиты Сопротивление срабатывания Аналогично токовой защите первой ступени первая ступень дистанционной защиты должна быть отстроена от короткого замыкания в конце защищаемой линии. Чтобы требование селективности было обеспечено и условие выполнялось с необходимым запасом, запишем следующим образом. Где коэффициент отстройки равен от 0,8 до 0,9. Сопротивление первой линии равно длина линии, умноженная на ее удельное сопротивление. Время срабатывания защиты выбирается аналогично токовым защитам. Для всех первых ступеней дистанционной защиты принимается время равное нулю. Чувствительность первой ступени дистанционной защиты не проверяется, так как она защищает 80-90% от всей длины линии. Вторая ступень дистанционной защиты. Сопротивление срабатывания. Вторая ступень дистанционной защиты отстраивается от конца зоны. Действие первой ступени защиты предыдущей линии. Исходя из этого условия, сопротивление ее срабатывания соответствует выражению. Или вторая ступень дистанционной защиты отстраивается от КЗ за трансформатором Т1 приемной подстанции в точке КЗ. Из этого условия сопротивление ее срабатывания определяется следующим образом. Время срабатывания защиты для всех вторых ступеней дистанционной защиты принимается равным полсекунде. Вторая ступень дистанционной защиты проверяется из соотношения. Третья ступень дистанционной защиты. Сопротивление срабатывания ненаправленной дистанционной защиты отстраивается от наиболее тяжелого рабочего режима. однако более тяжелым являются условия возврата РЛС-сопротивления при отключении К1 и возникшем в самозапуске нагрузки. По аналогии с мгновенной токовой защитой, для дистанционной защиты нетрудно получить Сопротивление срабатывания дистанционной защиты с круговой характеристикой, с центром в начале координат, где К, эквивалентный коэффициент отстройки, равный Сопротивление срабатывания дистанционной защиты с эллиптической характеристикой, смещенной в третьем квадрате на величину сопротивления Диэпсалон эллипность отношения малого радиуса эллипса к большому Особенности работы дистанционной защиты Мертвая зона дистанционной защиты При коротком замыкании близких к защите напряжение на шинах очень мало и принимается равным нулю Электромагнитные, индекционные и полупроводниковые реле сопротивления в этом случае не срабатывают Из-за того, что результирующий момент от напряжения меньше противодействующего момента пружины Такое обстоятельство для защиты называется мертвой зоной Принимаются два способа для устранения мертвой зоны Вводится дополнительная обмотка напряжения, которая подключается резонанс контура, называемым контуром памяти К этому контуру приводится входное напряжение, пропорциональное рабочему напряжению Дополнительный контур памяти питается от токовых цепей с рабочим током В микропроцессорных защитах мертвая зона устраняется программно Качание и асинхронный режим работы При качаниях и асинхронном режиме сопротивление подводимое крыле изменяется по величине и по фазе Возможный годограф движения входного сопротивления при асинхронном ходе возбуждения генератора показан на рисунке Окружность 1 Это входное сопротивление периодически попадает в область срабатывания защиты Причем время, в течение которого сопротивление попадает в зону срабатывания защиты при качаниях достаточно, чтобы успели отработать первая и вторая ступень защиты и отключилась выключатель Дуга 2 соответствует траектории сопротивления при глубоких синхронных качаниях в электроэнергетической системе Возможно также ложное срабатывание защиты при наложении качания на КЗ Для исключения неправильного срабатывания дистанционной защиты при качаниях и асинхронном режиме в случае нарушения устойчивости параллельной работы генераторов предусматривается специальная блокировка при качаниях Применяются два способа Производится пуск защиты на время, достаточное для срабатывания ее ступеней при КЗ в защищаемой зоне В случае даже кратковременного появления аварийной составляющей Производится пуск защиты на срабатывание, если превращение сопротивления имеет большое значение Которое при коротком замыкании во много раз превышает превращение сопротивления при качаниях Нарушение цепей напряжения защиты Дистанционные защиты могут неправильно срабатывать при пригорании предохранителей в цепях трансформатора напряжения Поэтому предусматривается специальная блокировка при исчезновении питания Блокировки имеют разные принципы работы Дистанционные защиты дополняются пусковыми токовыми органами максимального действия Которые запрещают срабатывать при отсутствии аварийного тока Сравнивается напряжение нулевой последовательности полученного из звезды вторичной обмотки трансформатора напряжения И напряжение нулевой последовательности в разомкнутом треугольнике Особенности работы дистанционной защиты Обмотки V1 и V3 трансформатора TL1 Первичные подключаемые через добавочные резисторы к трансформатору напряжения Обмотка V2 является компенсационной Измерительное реле подключается через выпрямительный мост ко вторичной обмотке Сопротивление находится в соотношении RA равно 2RB равно 2RC, поэтому в симметричном режиме токи равны. Между собой по модулю два тока фазы А, одному току фазы B и одному току фазы C. В нормальном режиме работы ток фазы А равен минус току нейтрали, поэтому в обмотке V3 напряжение отсутствует. При появлении в сети напряжения нулевой последовательности в трансформаторе оно вычитается компенсационной обмоткой V2. В случае исчезновения напряжения в одной или двух фазах защиты возникает напряжение нулевой последовательности. Изменяются величина и фаза тока в обмотке трансформатора TL1, которая включена в нулевой привод. В обмотке V3 появляется напряжение, реле срабатывает и блокирует дистанционную защиту. Техническая реализация дистанционной защиты – индукционное реле сопротивления. Реле сопротивления на основе диодных фазосравнивающих схем. Реле сопротивления на основе операционных усилителей. Внешний вид панели дистанционных защит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова